Всех приветствую, кто подключается. Сегодня у нас будет прямой эфир на тему семья и самоизоляции. Сейчас мы ждем подключения специалиста, с которым будем общаться, психотерапевт. Здравствуй, Светлана, добрый день. Добрый день. Сегодня у нас очень актуальная тема, на самом деле, семья и самоизоляция. Думаю, для многих будет полезно послушать, потому что многие столкнулись с такой проблемой, что устали больше времени проводить друг с другом, и не все выдерживают. Это же разли проблемы, это же счастье. Определенно счастье. Но я уверена, что для большинства людей вначале как раз было счастье и фории, что они смогут много времени проводить друг с другом. Но для кого-то становится напряженным. Вопрос «Почему?» Тоже интересный вопрос. Да. Почему это происходит? Потому что каждый человек забывает об одной маленькой-маленькой ситуации. А что такое умнее о своей семье? Светлана, ты замужем? Да. А ты знаешь идею своей семьи? Что еще? Идею своей семьи. Идею своей семьи. Но, если честно, я не задавалась таким вопросом даже. А сколько лет ты замужем? Три года. Три года. Три года прекрасная девушка живет в Союзе. С прекрасным мужчиной, святым человеком, живет Богородица. А для чего живет? Ну, я думаю, чтобы построить счастливую жизнь уже вдвоем. Счастливую жизнь. А что это? Ну, это, наверное, гармония. Именно душевное спокойствие какое-то. Гармония. Ну, первое слово ключевое такое. Помнишь, Свет? Сказала. Сейчас сказала ты. Наверное. Не совсем. Наверное. Ну, да. Наверное. А если не наверное? Ну, это, наверное, такой вопрос очень. Я как бы внутри себя понимаю, каких я хочу отношений, какие они в гостиниале. Расскажи. Это очень интересно. Это тебе не все трудно. Просто понимаешь, какой момент. Вот. Что выстраивает себе человек? Всегда. То есть изначально, если смотреть, да, и прости нам долги наши, яка же и мы прощаем должников наших, здесь Иисус предостерегал людей о похвале. То есть человек приравнял похвалу. Похвала равно любовь. И человек постоянно ищет похвалу. И чтобы искать похвалу, человек придумывает себе всякого рода идеализацию. Да? И вот то, что ты сейчас будешь говорить, как это ни странно, да, когда человек говорит, наверное, создать гармонию. То есть вот если мы сейчас будем расшифровывать слово гармония, давай для интереса, просто поиграем в эту игру. Ну, то есть объяснить, что для меня значит счастливые отношения, да? Да, подкрыть гармоничные отношения. Ну, для меня это прежде всего свобода именно личная, чтобы каждый человек в союзе мог развиваться. Чтобы не было никаких ограничений. Чтобы каждый мог гармонично, ну, то есть делать то, что он хочет сам. Конечно, прислушиваясь к мнению партнёра. Вот. Что он хочет сам. Помнишь, такая сказка была удивительная? Лебедь, рак и щупка. Да, не сказка, а, как она называется, басня? Нет. Да. А вот и ныне там. В конце этого. Понимаешь? Потому что лебедь летит в одну сторону, рак ползёт в другую, а щука бежит в воду. И получается удивительный парадокс. Называется этот парадокс борьба-идеализация. Ты ограничиваешь мою свободу. Ты ограничиваешь мою свободу. Я не могу с тобой развиваться. Первые три года пока ещё секс, пока ещё хорошо, пока ещё не родился ребёнок. Вроде как там ещё всё это и сглаживается. Потом, когда нет идеи о семье, именно идеи, куда идёт наша семья? Для чего она? Не цели. Потому что цель пройдёт как раз после идеализации. цель – это нужда. Когда человек себе ставит цель, что дальше он делает с целью? Светлана? Если он её добивается, то он перестаёт двигаться дальше. Добиваться. Бороться. Стремиться. Достигать. Пытаться. Смотри, какие красивые слова. Добивать себе. Потому что приставка «тя» в русском языке – это тебя. Каждое слово – это мысли-форма, мысли-образ. И человек живёт в многообразии своей свободной воли. Потому что каждое сказанное слово – это энергия. Каждое сказанное слово – это молитва Богу, как ты хочешь прожить какой-либо опыт. И когда человек заявляет такие опыты Вселенной, Господу, Космосу, кому хочешь, даже можно сказать, что этого всего нет, но это ты всё равно будешь проживать. Понимаешь, какой момент? И когда два удивительных человека в союзе чего-то добиваются, чего они там добьют? Понимаешь, какая ситуация? И задача моя, как психолога, я взял себе такой интересный путь, чтобы показать человеку, как можно стать психологом для самого себя. Показать, как вот эти вот жизненные парадигмы не дают возможности ему быть истинным. Ведь всё, что ты не получаешь, это ты просто себе не разрешаешь. Потому что ты ставишь себе цели и придумываешь идеализацию. Удивительно. Ну а разве придумывать идеализацию это не значит стремиться сделать свои отношения лучше? Вот давай представим ситуацию. Светочка. Ты берёшь два железных прута. Вот таких вот. И начинаешь сувать себе подрёбок. Есть такое слово стремина. То есть такая железная штука, куда вставляют ноги и бьют коню подрёбок. Да, чтобы он быстро бежал. И стремиться, это значит быстро бежать. А вот давай теперь представим ситуацию. Ты идёшь по дороге. Ты в каком городе живёшь? В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. Идёшь по красивому Петербургу. Смотришь, тут кафешка, там магазинчик. Красота. Люди тебе идут, улыбают. Ты идёшь медленно, счастливо, тебе хорошо. Потом ты начинаешь увеличивать скорость. И начинаешь бежать. А если тебе ещё в этой скорости железные штуки подрёбок засовывают. Тебе будет интересно, что происходит вокруг? Или тебе главная задача будет бежать? Конечно, нет. Бежать. О-шип-ко. То есть быстро. А-шип-ко. Шип-ко. И человек приходит к ошибке. Когда он начинает стремиться, бороться, добиваться, достигать. Потому что все эти мысли, формы к счастью и к любви, к гармонии никогда не приведут. Они придут только к боли. Как можно пытаясь себя привести к любви? Как? Это разве возможно? Добивать себя, чтобы привести к любви. Вот у меня сейчас книга новая вышла. Молитва желаний. Или девять шагов к счастливой жизни. И там на обложке стена такая глубокая, и дырка такая в ней, лестница, дверь, и там лампочки. Понимаешь, да? То есть вот не пробить эту стену головой, а силой мысли просто раскрыть эту стену, растворить ее. дать возможность себе осознать, что есть еще желание. И желание просто приходит. А желание приходит всегда на идеи. А чтобы создать идеи, нужно три единства. Вначале иду я, потому что кому все это приходит? Семья, карьера, все это. Кому? Ко мне. А как проявить я? Есть я, есть мы, есть правь. Да? То есть три основных аспекта, тоже три единства. Проявить. П это буква, назову путь. Ро это взаимодействие, слог означает. А яв это явь, это житие. Путь взаимодействия с жизнью. Проявить. Как это можно сделать? Ну, я так понимаю, просто нужно довериться себе и путь по течению, что ли? Нет. Нет. Смотри, как интересно. Вот давай представим. Да, как по-батюшке? Олеговна. Олеговна. Светлана, какое имя красивое? Светлана Олеговна. Светлана, смотри. Есть вот у Светланы Олеговны еще две интересные женщины и девушки, и девочки. То есть есть внутренний ребенок, так ли, да? Светиной Хачучки. Да? И есть в ней прекрасная женщина, Светлана. И есть внутренний родитель Светлана Олеговна. Такое удивительное трендинство. Светы, Светочки, Светланы и Светланы Олеговны. Когда Светлана Олеговна станет внутренним родителем для своей Светочки, по крайней мере, она увидит, сколько обиду маленькой Светочки на папу и на маму. Да? То есть пока она это не увидит, кто для нее будет родителем? Ее папа и мама. А когда она увидит обиды Светы и простит себя в этих обидах на папу и на маму, и твоя прекрасная женщина последует за ней и сделает то же самое, тогда произойдет удивительное, удивительное такое проявление, о котором говорил Иисус в Первой Западе «Возлюби Бога больше отца и мати Бесвого». Кто может возлюбить Бога? Я. Как? Став родителем для папы и мамы. Ой, для ребенка и для взрослого. И произойдет я-соединение такое, я-настроение. Нас, трое. Ребенок, родители, взрослые. Это я сейчас делаю, ну, как бы говорю на языке родных осин, чтобы, ну, хоть как-то было понимание, потому что очень много вопросов может произойти, как это произойти, как можно сделать, да? Как мы потом скажем, давай мы сейчас поймем хотя бы изначально. И потом, когда появляется Светочка Светлана и Светлана Олеговна происходит такое сотворение я. И после этого сотворения я это триединство может создавать идею о своей семье. А для чего? Потому что как у людей должно быть? Или для чего это все должно быть? Для чего все это происходит? для чего семь союз создается? Посмотри, как интересно. Я это единица, да? Потом дальше идет семь я. Да? Семь моих я, которые будут создавать этот священный союз. И там тоже есть свои определенные роли и свои догмы. Но единица плюс семь что будет? Какая цифра? восемь бесконечность? Источник. Когда человек приходит к себе и осознает идею о своей семье, он становится источником. Я есть то. Ну получается, чтобы создать такой гармоничный союз, не только же я должна объединить все свои меня, но и мой партнер. Обязательно. Я бы даже сказал, не просто партнер, а святой человек. Потому что изначально мужчина это Бог, а женщина это Богородица. Почему я говорю такие богохульные слова, скажем так? Потому что мужчины стоят как стоят? Без шапки? Почему? Энергия Бога собирается через голову мужчины. А женщины как должны в церкви стоять? Вот как? И? Юбки. А юбка это что? Как не колокол, да? Который собирает что? Энергию земли. А через что? Через мат. потому что энергия земли входит в самый удивительный притворяющий источник, который есть на земле это женская матка. И женщина Богородица. Потому что женщина это умножитель, это великий умножитель союза. И когда женщина начинает, а мужчина это делает, его главная задача реализоваться в и когда мужчина делатель, а женщина умножитель, да, хранитель этого чуга, происходит великое создание, называется союз. Союз двух бесценностей. И существует союз тогда, когда у него есть идея. Двух людей идея. Когда двое будут стоять, а молиться во имя я всегда буду стоять между вами, да, Иисус сказал. Это опять же изначально. Но когда женщина обижается на своего мужчину, происходит второе удивительное чудо. Женщина начинает делить делу не может. И мужчина ничего сделать не может. Потому что когда он ничего не может сделать, он придумывает свои идеализаторы. То есть женщина придумывает свои идеализации, а мужчина придумывает свои. И они начинают доказывать друг другу, чья идеализация лучше. Потому что начинается доказательство, заканчивается сотворение. А сотворение в союзе это что? Дети. Секс. Дети из секса. Не в начале дети, а потом секс. В начале секса, а потом дети. Насколько я знаю. без этого никак. Без этого никак. И происходит удивительная вещь. Когда заканчивается дома секс, а в доказательствах он заканчивается, секс переходит на новый уровень, на ментальный. А ментальный секс это что? ругань. Когда мужчина и женщина ругаются, это секс. Да, это секс, только ментальный. Ну, это же не хорошо. Ну, физически ты намного интереснее, насколько я понимаю. Ну, давно уже 53 года, уже знаю точно. Поэтому как сохранить вот эту любовь, как сохранить этот союз? Потому что союз как раз происходит удивительная вещь. Союз это когда две бесценности. Когда ни у тебя, ни у твоего партнера нет цены. Он бесценен. Как только происходит оценка ты хороший или плохой, ты такой-то или такой-то. Там нет уже любви. Ну, получается, уже сравнение с кем-то другим. Там уже партнерство. Там уже бизнес. Это мой партнер. Игорь, на сколько процентов? Партнер, на сколько процентов? ты в браке, в союзе или партнерство? Скажи, кто твой муж? Так, так. Я не знаю, как это сказать. Скажи, как есть. Ну, это мой муж, мой друг, с которым мы очень интересно связаны. Глава тебе, Господь. Это правда, Глава тебе, Господь. потому что очень многие люди считают своего мужа партнером. А очень многие люди, особенно когда рождают детей, женщины, говорят, что ребенок чей? Вопрос. Не совсем понимаю. Чей ребенок? У вас же есть ребенок? Да. А чей ? Наш вообще? Слава тебе, Господи. Это некоторые женщины говорят, это мой ребенок. Мой. Наш. Тогда ребенок начинает идти в энергиях мамы и папы. Рода мамы и рода папы. И ребенок здоровый. Потому что дома здоровые отношения. Счастливая мама, счастливые дети. Никогда не будут дети счастливы, пока не будет счастливой мамы. А чтобы мама была счастливая, мужчина должен благодолить свой умножитель. Всегда. Чтобы женщина не умножала обиды, а увеличивала делание, создавала делание мужчины. Потому что такой удивительный момент в моей жизни. Мне друг мой рассказывал. Сейчас 52 и он уже 30 лет живет в одном саде. И дочка у него последняя дочка поехала учиться в университет. И жена говорит, ну все старый, что что, мы все детей раздали, сейчас будем доживать. Он говорит, подожди, любимая. Я когда женился, я этих людей не знал. Это он про детей. Только потому, что мужчина женится на женщине, а не на детях. Детей он любит, но изначально он женится на женщине. Но только у женщины есть такой удивительный момент. Она же земная и ей нужно контролировать ситуацию. Потому что когда есть очень много обид в детстве, где папа обижал маму, где папа обижал ее, где мама обижала ее, мир небезопасный. Близкие люди могли тебя обидеть. И тогда если мир небезопасный, его нужно контролировать. Но должно подсознание находиться. Да. Для этого есть такие удивительные люди называются психологи, которые могут поменять осознание, что мир прекрасен. Что в мире есть, конечно, опасность, но к тебе на никакого отношения. Ты просто живешь своей жизнью радостно и счастливо, проживая опыты, которые заказал. И наслаждаешься своей жизнью, наслуждаешься своими детьми, своим мужем, свои идеи о союзе, в моем случае женой. Ты просто живешь своей семье, в любви, в радости, в процветании, осознавая, что все, что в мире происходит, происходит для твоей идеи, потому что изначально ты знаешь идеи, семья, своей семье, своей карьере. ты начинаешь жить, ты вспоминаешь самое главное, того, чего никогда не терял. Находишь самое главное, того, чего никогда не терял, свою жизнь. Потому что за идеализацией жизнь теряется, начинается поиск жизни. Удивительная же ситуация, да, искать чего, чего ты никогда не терял. Придумывая себе какие-то иллюзии, идеализации, что ту жизнь, в которой ты живешь, должна быть другой. Ну, просто обычно кажется, что ты смотришь на других и думаешь, вот у них лучше, а у тебя не так. Ты пытаешься соответствовать тем ожиданиям, которые... Пытаешься соответствовать тем ожиданиям. Вот тут как раз включается тот самый крест бедности. потому что когда ты начинаешь все контролировать, почему? Потому что мир опасен. А если мир опасный, то может всем не хватит. И включается программа в человеке, она во всем, во всех кругах заложена. Это четыре удивительных генетических программы. жадина, зависник, никчемыш и тщеславец. Страх быть бедным, страх быть богатым, стыд быть бедным, стыд быть богатым. Называется крест. Видела, вот ты же, ну ты же девочка, да, ты же пельмени когда-нибудь котлет это же делала дома, да? И такой великий прибор называется мясорубка. И в мясорубке стоит такой крест-нож. И вот там в человеке в голове стоит в принципе такой же эфирный крест-нож, который перерубает мозги человека напрочь. Реально просто делает из жизни. Потому что когда ты жадничаешь, на кого прежде всего ты жадничаешь? На себя, наверное. На себя, конечно же, на себя. И когда ты начинаешь жадничать на себя, да, происходит что? Что мне не хватит, что мир, что ресурсы ограничены. ресурсы ограничены, почему? Почему? Почему я боюсь быть бедным? страх, наверное, осуждение или нереализованность? Подожди, за осуждение еще далеко. Подожди, подожди. За осуждение еще далеко. Потому что мир ограничен. И в мире денег не хватит на всех. И тут есть еще и очень удивительная вещь, очень удивительная вещь в этом. Это умение осознать, почему я бедный. Это видеть все сценарии, которые тебе заложили с детства. куда-то со свинячьим рылом в калашный ряд лезет. Хочешь, перехочешь. Там много их интересных сценариев. Это тот вот законов, с которым ты пришел в этот мир. А где ты заложили с детства через наши родители? От мамы, папы, бабушки, дедушки. Великие учителя. Да. Но самый главный момент. Следом идут за этим еще и другие сценарии. Оправдательные. Почему я бедный? Потому что богатые какие? Злые и жадные. Злые и жадные твари. Воры. Да, кто-то меня ищет. Плохие люди вообще. Плохие люди. А я же не могу быть плохим. Я же хороший. Мне же нужно быть хорошим. Понимаешь эту игру в бедность и страх быть богатым и страх быть бедным? Когда ты начинаешь бояться быть бедным, ты всегда оправдывая себя оскорбляешь твою богатство. это первый этап этого креста. Два ножа. Еще есть два ножа. Это ты социальная обида. Почему все богатые такие вот, а я почему бедный? это нужно предъявлять претензии к самому себе. Подожди, претензии не надо к самому себе, себя надо любить и радовать. Что тебе предъявлять претензии? А кто виноват в том, что я богатый? Слава тебе Господи! Я ждал этого. Вот интересно, а кто виноват? Вот. И теперь мы переходим в стыд. Потому что стыд это вина. Стыд нет застыд. кто виноват? Если тебя же учили быть хорошим и прощать всех, ну и ладно, пусть они такие, я их прощаю. А если я их прощаю, кто виноват? Получается я. Стыд быть бедным. Я виновата? Но мне же опять очень больно точить эту вину на себе. И мне нужно что сделать? Простить себя. Ну подожди, да простить себя, это не каждый еще знает обоих. Мы все время обращаем других. Это зайцев нас смотрел. Да. А вот самый главный момент, когда это происходит, когда происходит, знаешь, как не веди нас в искушение и избави нас от лукавого. То, что Иисус говорил. Это как раз искушение, это обвинить самого себя. А вот избавить от лукавого, это избавить тебя от разделения. Потому что тебе не только стыдно быть бедной, и очень стыдно быть богатой. Почему деньги не приходят в твою жизнь, на твои желания? Потому что стыдно быть богатым. Давай представим такую картину. Ты же школу недавно закончил, лет 7 назад, да? Я просто школу закончил 35 лет назад, поэтому давно уже скажу. А вот представь ситуацию. Света красивая, молодая, приезжает на СЛС Мерседесе на встречу вкусняков. Такая выходит в платье в таком там. Давай там какая марка тебе очень нравится? Дольче Габбана? Дольче Габбана как-то не жертв сильно это будет. Сильно пафосно? Пав, ну хорошо, ладно, давай скажем так Луи Виттон. что там Дольче Габбана? Хорошая фирма такая довольность. Да? Такая Луи Виттоне с сумочкой такой хорошей, да? В одежде такой, ну скажем так, на двадцатках баках. Шарфик назад, маршадес такой вот открывающимся верхом кабриолет, да? Выходит такая туфель красивеньких и стоят твои одноклассники. как ты себя там чувствовать будешь? Ну это же зависит от моей уверенности в себе, правильно? Подожди, подожди, вот Света, как она себя чувствовать будет? Сейчас давай не будем заболтывать, меня не заболтаешь. Ну наверное неловко. Неловко. а что скажет мама? А что скажет во дворе? Ходила там, шляла с голой жопой, а сейчас вон, смотри какая, где взяла? Я поняла. Да, здесь еще и оскорбление сексуальных родителей. Ну это же получается я за них решила, что они обо мне думают. Но это же может быть не так. Из своей боли. Потому что боль в тебе. И вот этот крест как раз приводит тебя к постоянной боли. Он тебе выдает все твои травмирующие аспекты, которые как раз ты правильно сказал. Нужно научиться прощать. Нужно научиться простить саму себя. прощая себя, ты понимаешь, что виноватых нет. И что богатые они разные. И то, что ты себе придумала идея, что ты недостойна денег, это всего лишь твоя идея. И принятие как раз самого себя, умение просить самого себя, это увидеть, взять ответственность за происходящее на себя. Когда ты говоришь, да, это я, да, обосралась, классно. Когда ты говоришь, что это я сделал, тогда можно и переделать, передоговориться. А когда ты оправдываешься и убегаешь, кем передоговариваешь? Того, кто может передоговориться, не существует. Он провалился в боль своего мозга, и играется в игру. Называется эта игра 9 игр ever. Первая игра в этой девятке это я прав, ты не прав. Вторая я докажу тебе, что ты не прав. И там дальше по списку до 9 сейчас не буду у них, они есть, если нужно, они есть книги «Разнышление дурака». Они есть, знаете, по книжке сейчас, чтобы не забыть, у меня я подготовил такой пул бесплатных книжек, безоплотных аудиокнижек, и я тебе свет отправлю их в WhatsApp. Раздай своим девчонкам, кому это будет интересно. Только, ну, в принципе, как, ты можешь предложить, кому будет интересно, они могут прийти и взять у тебя. Опять, если кому-то интересно, могут написать мне в директ. Я также отправлю эту ссылку любому. Там есть три книжки неудивительные. Первая – это «Размышление дурака». Вторая книга «Девять шагов к желанию». То есть показать человеку, как создаются эти желания. Это тоже непростой вариант. Я там желаю себе. Нажелаю. Он не выйдет. И третья книга называется «От слов счастье». То есть как наши слова влияют на нашу жизнь. Потому что первое, что в Библии, помнишь, что было написано? Самое первое Библия с чего начинается? Вначале было слово. И слово было Бог. все начинается со слова и заканчивается словом. И как раз вот там в этой книге они небольшие. Вот первые две книжки, то есть «Девять шагов к желанию» и от слов к счастью. Они сорокаминутные. А вот «Размышление дурака» оно уже по-моему пятичасовое. То есть это аудиокнижка, вы можете посидеть и послушать. она правда такая расскажет о многом. То есть то, что мы сейчас говорим, там как бы изначальность. Дорогие друзья, если кому-то я в директе не ответил, пожалуйста, напишите еще раз. Очень большая просьба, потому что когда я сказал про книжки, вчера пришло с эфиров порядка 400 или 500 человек за книжками. Я просто физически я это делал с 3 до 5 утра вчера ночью. просто все ничего, просто в 8 утра нужно было вставать, дела поделать нужно было. Поэтому я просто физически не успел. Но письма постоянно пишут и эти штуки проваливаются далеко вниз и я потом не могу их найти. если кому-то не пришло пожалуйста напишите еще раз. Я подавлюсь всем это мое отдавание. Кто поймет 9 шагов желания примерно понимает что это. Поэтому смотри какая ситуация. Создать идею это открыть рот и начинать разговаривать друг с другом любимый любимая зачем мы живем что мы создаем в нашей семье где мы будем жить через 5 лет что мы будем делать через 10 лет вот по этому поводу завтра кстати завтра в 2 часа дня по московскому времени я иду открываю тренинг онлайн тренинг чем он удивительен тем что этот тренинг будет проходить во первых 7 часов мы пойдем смотреть 4 удивительных аспекта именно по созданию семьи и как создать именно дружеские человеческие человеческий союз двух любящих сердец то есть мы пойдем в первый блок это создание я осознание как это происходит второй блок это создать идею о себе идею о своей семье и идею о своей карьере третий блок это как научиться создавать как научиться создавать желания а вот четвертый блок Это как раз про этот крест бедности. Там будут медитативные процессы, которые помогут быстро и легко это создать. Но самый главный момент, тем, кто приходит на тренинг, вот сейчас вот, да, я дарю еще кейс кредиторы-долбники. Потому что это тоже такая удивительная тенденция, мы постоянно проваливаемся в долги, или кому-нибудь занимаем и нам не отдают. И эта вот боль постоянно, она закрывает нас от денег. Как это осознать? Что это такое? Чем это едят? И как понять, как из этого выбраться? То есть такой кейс-долбникативный практик, это будет просто фундамент. Кейс-практики на 15 дней для осознания. И этот тренинг потом придет в записи на почту. То есть его можно будет в любой момент покрутить, посмотреть, видеть в одном блоке, осознать его, побыть в другом. То есть такой, скажем так, памятка такая на всю жизнь. Стоимость этого тренинга очень большая. Прям огромная. Две с половиной тысячи рублей. Да, то есть, кому это интересно, приходите, добрые люди. Как найти? Зайцеведгард.com Можете также написать директ, я вышлю на тренинг. Вот так вот, вот такое объявление. И когда, давай пойдем дальше с тобой, да, ты сможешь про семью. И когда семья создает эту идею, осознает ее, поймет, поверит в то, что эта идея, она их, и промолит, ну, как бы, делает молитву своего рода, да, этого. То есть, медитация именно осознает, и люди познают за руки медитацию. Да, потому что семья, когда двое молятся во имя мое, я всегда буду стоять рядом. Потому что задача человека – быть счастливым на земле. Согласен с вами полностью. Девушка удивительно красивая. Задача – все люди были счастливыми с ним. Потому что имя Бога, в Евангелии Иисус сказал, да, никто не благо, кроме Бога единого. То есть, имя Бога – это благо. Отец наш Небесный, живущий на небе, досветится благо. Имя Твое – благо. Досветится благо на земле. Да будет царствие и воля. Понимаешь? Но мы сами своими идеализациями, своим лукавством, или как это правильно слово сказать, лукавством, мы закрываем себя от Бога. Мы прячемся от счастья, мы закрываем себя. Почему? Зачем? Бывают же разные ситуации. Например, мы встречаем человека, и кажется, что вот он наш, близкий по духу, но он не готов, допустим, строить общую идею, поддерживать семьи. Мы же не можем поменять, как-то переделывать. Мы, получается, должны принять таким, какой он есть. Почему ты встретишь этого человека, который не хочет создавать с тобой идеи, только из своего травмировающего образа, чтобы доказать себе, прожить этот опыт? То есть, если ты встречаешь человека, который тебе не близок по духу, то есть, ты проживаешь какой-то травмирующий опыт. Каждый человек, который тебя раздражает, бесит, который, что толку, что вы любите близких своих, любите ненавидящих вас, гонящих вас, Павел говорил, святой, да? Я говорю немножко по-другому, что каждый человек, который тебя раздражает, твой бесплатный психотерапевт, который пришел тебе показать твою травмирующую роль. Как это происходит? Очень легко. Вот давай, Свет, если есть желание, мы можем просто сейчас продемонстрировать эту практику. Она очень простая. У тебя есть человек, которого ты упростить не можешь до сих пор? Да. Который тебя раздражал. Есть такой человек, да? Угу. Давно это было? Да. Ну, это и с детства. Из детства. Слава тебе, Господи. Закрывай сейчас глаз. Ты можешь ситуацию описать? Или не можешь? Если не можешь, не описывай. Ну, мне, в принципе, скрывать особо нечего. Я просто скажу, что это образ, мой отец родной. и на котором у меня очень сильная обида. Хотя я внутри себя вроде бы прощаю. Прорабатываю. Да, да, да. Напильник. Несколько раз. Ты можешь дать название его детям? Кто он? Кто перед тобой сейчас стоит? Не отец, а вот именно действия его. Оскорбительные действия, которые он делает по отношению тебя. Кто он? дать ему определение. У меня в голове крутится плохое слово, которое мне надо говорить. Скажи ему. Ну, просто не хороший человек, не состоявшийся, может быть. Не работает. Не работает. Плохое слово нужно. Какашка еще назовем. Свет, дай определение. Тварь, дебил, сволочь. Ну, придумай уже что ли. Да, тварь. Тварь. На. Зафиксировали слово тварь. То есть, перед тобой стоит тварь. У тебя это раздражает. А теперь скажи, пожалуйста, где тебя тварь оскорбит? Где еще раз что? Где тебя оскорбили тварью до этого? Ну, наверное, не было такого. Ну, вот, где тебя оскорбили тем словом, которое ты хотел назвать? Ведь ты же это слово откуда-то знаешь? А. Послышала, да, почему нужно было именно это слово? Ну, это просто больше к нему подходит, наверное. Да. Он тебя оскорблял этим словом? Меня нет. А где тебя оскорбили этим словом? Где? вы хитрые. Вот мозг безворотливый и хитрый, а? Смотри, Свет, то есть, когда ты видишь перед собой этого человека, это он себе разрешает это? Олег, извини, пожалуйста, у меня сейчас прямой эфир, я буквально тебе через полчаса перезвоню, хорошо? Где происходит? Зачем ты? Смотри, как круто, давай открывать глаза. Она и хитрая, она и хитрулька маленькая. Посмотри, как это интересно. И как только ты начинаешь подходить, вот ты видишь, прощать себя, и как только ты начинаешь к этому подходить, мозг тебя раз-раза и выкинул. Почему нужны психологи? Почему нужны эти медитативные кейсы? Потому что человек идет по-честному в глубину самого себя, когда он лучше немного больше сам собой. Почему я именно разработал медитативные кейсы для абортов, для замерзших беременностей, для выкидышей, потому что не каждая женщина готова мужчине рассказать ту боль, которая есть в аборте. Да и женщине, тем более женщине. По одной простой причине, что там очень больно. И ты тоже на 242 человек, но у тебя нет желания заходить туда в эту боль и там сейчас вытаскивать. Правда, нет смысла. Это такая штука больше интимная. Поэтому для этого я и сделал эти медитативные процессы, медитативные кейсы, где можно пойти простить себя в обидах на папу, простить обидах на маму, увидеть своего судью. Кейс, я достойна большего. Полюби себя не на словах, а на деле. Понимаешь, да? То есть такие моменты, такие осознания, они интимные и очень глубокие. Они именно просто глубокие. И человек, когда идет самого себя, сам по-честному, он находит во себе очень много этих обид. И когда человек прощает себя, он как раз трансформирует эти обиды в свет, в тепло, в любовь. происходит чудо. И слава тебе, Господь. И тогда, когда происходит чудо, появляется энергия. Потому что есть такой великий, великий закон. Он называется закон ома для полной цепи. Он был очень верующим человеком. И задача его соединить физические законы с божественными. То есть он себе прямо делал это. И один из таких моментов, которых он создал, это закон ома для полной цепи. При едином напряжении, чем больше сопротивления, тем меньше сила тока. Интерпретировать можно таким образом. При единой космической энергии, божественной энергии, при едином свете, напряжении. Все есть Бог, все есть Вселенная, все есть энергия. Это первый вселенский закон. Чем больше сопротивления человека добивать себя, бороться себя, стремить себя, контролировать все вокруг, тем меньше жизненной силы у человека. А почему человек контролирует все вокруг? Да чтобы никто не узнал об его травмах, об его боли. Он прячет свою боль. И когда человек прячет твою боль, на поверку выходят еще три удивительных ролика. Это трус, это агрессор, спасатель. Потому что когда человек агрессирует, кого он защищает? Труса, который боится. То есть агрессирует всегда взрослая личность. а боится ребенок чего в данный момент? Что его уже обижали так же. И чтобы его не обидели, выходит агрессор. Или врум, он же спасатель. Я знаю, что мне больно, но я докажу тебе, что у меня никакой боли нет, что у меня все в порядке. А для того, чтобы не доказать тебе, что у меня все в порядке, никаким тебя нужно сделать не в порядке. То есть мне больно и тебе будет больно. И люди играют в эти игры постоянно. Знаешь, пинг-понг боли такой. Пинг-понг, пинг-понг, теннис такой. А пинг-понг. И когда человек играет в эту игру постоянно, пинг-понг боли, он уже больше ни во что не играет. Там уже не до любви. Чтобы больнее поменьше было. И когда люди, если подвести итог первого твоего, мы сейчас раскрывали с тобой первый твой вопрос. И когда люди находятся постоянно дома, постоянно дома, и нет идеи о своей жизни, начинается что? Пинг-понг боли. Пум-пум, 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 пум-пум. Вот как-то так. Это такое вопрос, что с этим делать? Все равно что-то неизбежно. Если мужчина должен реализовываться в социуме, но он сейчас ограничен, не может это делать. Женщина хранительница ЧК, но сейчас они настолько тесно связаны, что возможно всякое. Даже если была гармония, даже если было все идеально, сейчас возможно все это усложнилось у него. Когда есть идея о себе, хочешь тебе откроют тайну? Я живу со твоей женой 11 лет. Мы с ней поругались один раз за 11 лет. И то поругались, постебали друг друга, скажем так, в несении того, что все один раз за 11 лет. нас никто никого не оскорбил ни разу за 11 лет. Потому что цены этой женщины для меня являются очень большим, ну как, просто для меня это считается очень таким, очень, даже слов не наибол. Она просто бесценна. потому что когда 11 лет назад я уже рассказывал эту историю, в Путске она написана, у меня был, со мной писался долг около 5 миллионов долларов, она должна была выйти замуж за долларового миллионера, француза, уехать во Францию и прочее, прочее, прочее. Тогда я пришел, я был тот самый последний русский, как в Маринах, помнишь, да? И вот там я просто сказал, Марин, выходи за меня замуж. Она поменяла долларового миллионера на долларового должника. Благодаря ей я сейчас живой, здоровый, потому что у меня еще был цирроз печени к этому моменту. И все благодаря тому, что есть великий умножитель, который создал такое море любви, в котором я этот так называемый долг произошло осознание, превратился в пыль за год, не имея работы никакой. Создалось несколько фирм интересных, которые сейчас сами работают и приносят какие-то доходы. Все происходит само собой, потому что желание приходит, когда есть идея. Я это говорю не понаслышке, потому что где-то там, где-то я услышал или в ютюбе прочитал. Я так живу просто. Я просто так живу. И желание правда приходит. Вот например, то же самое желание с Сашей Зверевым, когда я проснулся утром, говорю, что-то я так хочу в корпус сити-холле выступить. И Саша через месяца два звонит и говорит, слушай, ты не хочешь со мной в тур проехать. Говорит, да поехали, что, лето посмотреть туда-сюда. Потом звонит через месяц, говорит, а я хочу в корпус сити-холле. Так, ну, как-то так вот, немножко так, ну, в корпус сити-холл все-таки. Говорит, Саша, подожди, сейчас, я покажу рисунок, показываю. Этот рисунок, говорю, я три месяца назад нарисовал, что я стою в корпус сити-холле. Это уже просто неизбежно, мы уже там стоим. Понимаешь, да? То есть, это умение создавать, я в Комсомольске на Амуре живу, я живу в Комсомольске, я живу в Комсомольске, я живу. Так, у нас Мюрка осталась. Виточка, благодарю тебя за этот эфир, я тебе вышлю обязательно ссылку, я вышлю ссылку любому, кто напишет в директе, я очень тебе благодарен, ты на самом деле прекрасная девушка, здоровья тебе, любви и твоему союзу, большой, огромной любви, большому пароходу, большой, огромной любви. Спасибо большое за эфир, я думаю, многим было полезно, а мне в первую очередь. Здоровья тебе, здоровья и твоему святому человеку. Спасибо большое. До свидания.